Что с мужем, как у меня связано, мы с ним не связано, я не могу это понять сейчас. Нестабильная ситуация в вашей семейной жизни продлится еще полтора года, потом будет стабилизироваться все, вернется он или нет, пока неизвестно, это от его выбора зависит. Нет такого, что он точно не вернется, и я не вижу точно так же, что он точно вернется. Вот в этих ситуациях очень хорошо молитвой побеждать судьбу, приходить в себя, молиться, побеждать судьбу. И очень четко надо понять всем людям на земле, что они не зависят от людей на этой земле. Особенно женщинам это важно понять, потому что женщина часто не работает, сидит с ребенком, она думает, что она зависит от мужа. Но на самом деле все люди на земле зависят только от Бога. Судьба меняется, жизнь меняется, иногда женщина под защитой, иногда нет. Но в любой момент можно самой начать работать, в любой момент можно найти другого мужчину. Нет такого, что вы зависите от человека, и когда человек остается один, самое время научиться чувствовать Бога, учиться зависеть от Него. Есть судьба, есть Бог. Кому человек подчиняется, зависит от его памяти. Если человек думает о себе, о своей жизни, он зависит от судьбы. Если он думает о Боге, то зависит от Бога. Если он зависит от Бога, то приходит милость в жизнь. А если он зависит от судьбы, то действует четко по закону судьба. А вот судьба по закону еще год и семь месяцев одна. Потом, в зависимости от того, насколько вы промолились, будут разные варианты. Если вы вымолите ситуацию, то или вернется муж, или другой человек появится. А если не вымолите, то может быть дальше одна. Потому что там нет прямо сто процентов, что у вас заканчивается одиночество. Это просто возможности уже быть не одной, появляются. Но года семь месяцев придется быть одной. Потому что действует жестокая судьба. Спасибо. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Я хочу, во-первых, поблагодарить за этот вечер. И поблагодарить Бога, что вы меня слышите, я вас видела. Как же, как я сказала, я тоже просыпаюсь и засыпаюсь с вашими лекциями, потому что последние два года только на них и выживаю. Слава Богу! Слава Богу! Хоть Господь дает возможность как-то. Да, у меня такой вопрос. В этом году произошла очень тяжелая ситуация. Расспались мои отношения многолетние. Я очень жила и переживаю. Но мой вопрос состоит в том, что мы вместе с молодым человеком приезжали в город. Мне не нравится слово «молодой человек». Вы не замужем были? Да. Просто жили с человеком. Это большая ошибка. Вот эта ошибка всегда трагична. Она всегда… Это патовая ситуация для женщины. Потому что, если женщина соглашается жить без росписи, то, несомненно, эти отношения будут закончены. Несомненно. Без всяких сомнений. Никаких шансов нет, чтобы они сохранились. Я теперь буду вместе в виду. Этот патов мне показал, что так и есть. Да, поэтому семь лет закончились. И я осталась одна. И это ещё мешает зачать ребёнка. То есть у вас нет детей, получается. Видите, какое несерьёзное отношение к жизни. Да, всё так и было. И сейчас я нахожусь одна, очень далеко от своего родного города. А где вы живёте? В Калининграде. В Калининграде приехала. Вернуться в свой город я не могу, потому что там война. В Калининграде война? Нет, нет, в родном городе война. А где, в каком городе? Я из Белгорода. Ну да, там сейчас такая ситуация сложная. Правда, там не могу сказать, что там война прям. Ну, летают, конечно, снаряды, да, я согласен. Неприятно там жить. И вот мой вопрос заключается в том, что я всё ещё не верю в своё счастливое будущее, мне очень тяжело находиться... Если вы в него не верите, то его не будет. Я в него верю, я верю, что он будет. Сейчас мне просто очень тяжело находиться в этом городе, в Калининграде, и я не знаю, что мне делать, потому что... А как вы здесь оказались? Я ездила в Белгород к семье. К семье это родители? Да, это родители. Через Москву из Белгород, да? И попали на лекцию просто по дороге, да? Нет, попали на лекцию направленно. Если бы у меня были куплены билеты, я бы не ехала в Москву. Вот, я бы приехала сюда. В чем вопрос? Мой вопрос в том, что я сейчас не знаю, как строить свою жизнь заново, потому что всё то, как я думала, строится жизнь, всё это разрушилось, и меня сейчас по новому этапе жизни, я пришла к Вере, и сейчас по-новому всё устраиваю, но очень тяжело, потому что мозг ленивый и не хочет меняться, и меня тянет назад, тянет к этому. Жизнь начинается сначала со скез, сначала вода, статические упражнения, длительное движение, пост. Потом, как только появляются силы, уже устойчивость, режим дня, налаживается питание дальше. Когда всё это человек наладил, то начинается дальше уже погружение в молитву и выстраивание своего отношения к миру. Надо по-доброму относиться к людям, понять, чем заниматься в жизни. Если это требует учёбы, надо выучиться. Да, я начала бегать благодаря вашему бегу, чтобы не отказываться от мяса. Бегать — это самое простое, что люди решают делать, но это не самое первое, что надо делать. Самое первое — надо сидеть в воде и делать статические упражнения, потому что бег — это энергозатратное мероприятие. То есть когда человек бегает, он тратит энергию воды. И поэтому, если человек в воде не сидит и бегает, значит, он просто неправильно всё делает. Результатом этого будет истощение энергии воды, повышенная чувствительность, ранимость, отчаяние внутри и так далее. То есть надо брать методичку. У вас есть вот эти листочки, вам раздавали? Да. Там ей можно скачать методичку. И надо всё делать по правилам, мои дорогие друзья, не надо ничего выдумывать. То есть не хочется даже, если в воду, надо всё равно туда лезть. Потому что ваше желание здесь не играет никакой роли, играет роль правила, которые человек должен соблюдать. И если правила он соблюдает, то получает хороший результат. Хорошо, я вас поняла. То есть вы сейчас говорите, я не знаю, как мне строить свою жизнь. А что вы имеете в виду под жизнью? Работу? Или что? Или семью? Нет, сейчас я вам просила совместное учительство, потому что мне тяжело жить в Калининграде, очень далеко от семьи. А где тогда вы хотите? Я не знаю. Я не могу найти ответ на этот вопрос, потому что домой вернуться не могу. В Калининграде у вас подходит жить, у вас энергетика подходит в Калининграде. В Москве, например, тяжелее будет, чем в Калининграде. Там подходит. Хорошо, я вас понимаю. Спасибо. Я просто перестрою сейчас свой образ жизни, исходя из вашей рекомендации, и думаю, что ответ придет. Значит, главная проблема ваша — энергетическая истощенность. Вы истощены. из-за того, что вы истощены, у вас нет сил. Когда у человека нет сил, особенно у женщины, и она еще находится в шоке, в психическом таком депрессии, то есть это все вместе прибивает вас к постели просто, у вас лежачее такое состояние внутреннее. И это не способ жить вообще. Надо себя поднимать, потому что всегда, когда приходит жестокая судьба, она человека роняет, а он должен вставать. А если он не встал, значит, он ляжет в гроб. И неважно, в каком возрасте. Если вы так будете продолжать жить, то вопрос не будет стоять о том, чем заниматься, а вопрос будет стоять — жить или не жить. Потому что когда вот так вот человек живет, то дальше начинает уже сильное истощение сначала энергетики, а потом несколько вариантов. Если пятый слой выдерживает, значит, психушка отменяется. Если не выдерживает, значит, психушка. Если он выдерживает, значит, начинаются хронические заболевания. Жить означает аскезы. Не надо махать рукой, все нормально, все спокойно слушают. Жить означает аскезы для вас сначала. Это заставить себя выйти на природу и заставить что-то делать в жизни. Хорошо? Хорошо, спасибо вам. Вот вы, женщина. Не-не, вот здесь, да, вы, да, да. Вы когда с микрофона берете, вы смотрите на меня. Хорошо? Потому что я общаюсь с людьми же. И садитесь. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Тоже рады быть здесь. Благодарю вас за эти знания, которые вы даете. Вопрос у меня такой. Очень длительное время после развода я не могу создать семью. Мои хорошие, поймите такую вещь, создание семьи означает сила. Женщины должны понять, что есть женская сила, и мужчины должны понять, что есть мужская сила. Вот, допустим, если мужчина хочет создать семью, он должен быть ответственным, жизнерадостным и серьезным человеком. Если он безответственный, он не сможет создать семью. Если он не жизнерадостный, не сможет. Если он несерьезный, ну, ответственно-серьезный, может быть, это одно и то же. То есть он должен быть жизнерадостным и ответственным. Всё, вот две вещи, которые нужны мужчине для того, чтобы создать семью, потому что, что Женя? Про тебя? Вот у меня есть помощник Женя, он даёт бесплатные консультации во время лекций по всем вопросам, которые касаются методик моих, там разных ситуаций жизненных. Ну то есть, если вы ко мне не попадаете, можете с ним поговорить, это бесплатно. Он сидит, консультирует во время лекций. Можете подходить к нему и общаться. Он со мной ездит, мой ассистент учится у меня. Итак, нет, никакого вопроса пока. Итак, женщине для того, чтобы создать семью, нужна женская сила. Поймите, вопрос создания семьи — это вопрос только силы. Потому что, когда у человека, у женщины есть сила, она просто побеждает мужчину и заставляет его, своей силой женской, заставляет его жениться на себе. Всё, вот это так работает. Если вы говорите, я не могу, если спортсмен говорит, я не могу что-то выигрывать в соревнованиях, значит, у тебя не хватает силы, мой дорогой друг, тренируйся дальше. Вот есть тренировки физические, есть тренировки психические, есть тренировки социальные. Социальная тренировка — это означает любить людей. Женщина должна любить людей, должна обо всех заботиться, должна находиться в состоянии позитивного настроения глубокого, жизнерадостного, должна иметь подружек, должна заботиться о них, должна жить счастливой, жизнерадостной жизнью. Потому что есть скупая жизнь, а есть щедрая. Вот, допустим, если у человека есть 100 друзей, и один человек его не любит, и человек думает только об этом человеке, который его не любит, это называется скупая жизнь. Потому что он не может общаться с теми, кто его любит. Он не туда тратит силы. Он тратит силы на какое-то неудобство, на свое какое-то, которое у него в жизни есть. Понимаете? То есть он не хочет отдавать тем людям, которым его Бог дал, Бог ему дал людей, он не хочет отдавать им свою силу. Он отдает свою силу тому, где ему что-то не нравится. Это называется скупец, скупая жизнь. Вот точно так же женщина. У нее есть там куча подружек, которые любят ее, родственники. Она не отдает им свою силу. Она свою силу отдает туда, где у ней нет ничего. И эта скупая жизнь всегда останется одинокой, потому что она не может быть щедрой. Если человек не может быть щедрой, он не может быть так же и сильным. Женская красота зависит только от возможности служить людям. Если вы любите любви, это и есть женская красота. Она не зависит от количества косметики. Это энергия, которая побеждает человека просто. И все. Цель женской красоты — победить человека. Это энергия. И если женщина имеет эту энергию, у мужчин нет возможности устоять. Вопрос только небольшого времени, когда она выйдет замуж. И здесь еще есть концептуальный момент. Очень важно. Если у нее уже есть эта энергия, она не должна мелочиться. Потому что женщина, которая соглашается на секс до свадьбы, соглашается подчиняться воле мужчины раньше, чем он возьмет за нее ответственность, это значит, что эта женщина себя не уважает как личность. И если она себя не уважает, она никогда не будет замужем. Она может пожить с кем-то там, еще как-то, но она все равно будет одиноким человеком в конечном счете. Потому что она не знает, что она девушка. То есть слово «девушка» от слова «дэви» происходит. «Дэви» означает «божественный». То есть если женщина не понимает свою божественную природу, она не ценит себя, она просто отдает свое тело на растерзание вожделеющим мужчинам, то это не является правильным поведением. Это поведение никогда не приводит к положительному результату, потому что дешевый товар никогда не ценится. Поэтому две концептуальные вещи. Одна — вопрос силы женской, другой — вопрос порядочности, правильного поведения. Две эти вещи вместе дают возможность выйти замуж. Все. То есть почему я вам слова не даю сказать? Потому что я не вижу у вас этих двух форм поведения. Уже с самого начала. Мне не надо ничего рассказывать. Я уже сейчас точно знаю, что вы не делаете этих двух вещей. Теперь задавайте вопрос. Давайте я получила. Почему причина она получила? Все, решили вопрос. Хорошо. Нет, жизнерадостность не поможет, поможет судьба только. Я смотрю тем, кому надо. Ну вот, согласен мужчине, да, согласен, что надо. Давайте с вами поговорим. Мы с женой, мы, в принципе, живем в разных городах. И никак не съедимся. По причине того, что я не живу в своем местонаре, в своем местном привязке к работе. У вас привязка к работе или у нее привязка к работе? Наверное, больше у меня, а жены в городе привязка. То есть она не хочет в Москве жить. Как ее зовут? Мария. Ну, наверное, она не сможет в Москве, ей не подходит этот город. Женщины вообще часто города не подходят. У женщин вообще больше чувствительность к месту, чем у мужчин. Но вообще, мои дорогие друзья, следует знать, что все люди на земле не могут жить в любом городе. Дело в том, что у каждого человека очень сильно на него влияет место, где он живет. Часто люди живут не в том месте, где они должны жить. И они чувствуют это. Им тяжело вставать, тяжело ложиться спать, тяжело жить, тяжело работать. Все тяжело, тяжело, тяжело. И человек все равно не уезжает. Он уперто находится в этом городе, потому что этот город как бы ему кажется очень большим, перспективным. И он думает, наверное, здесь мое счастье. Но не все могут в Москве, допустим, жить, потому что не всем энергетически подходит этот город. С другой стороны, там, где энергетически человеку что-то подходит, то ему там намного легче развиваться, работать и все остальное. Поэтому, мои дорогие друзья, этот вопрос очень и очень важный. Ну и вот здесь, видите, у него раздрайв произошел. Я стою на одном, а ты на другом. Ну, так, значит, а вам Москва подходит, да? Мне, в принципе, безраведливо, я бы мог приехать в тот город, но у меня сильная финансовая привязка здесь. Вам Москва тоже не подходит? Вам здесь тяжело жить? Вы устаете здесь? У вас нет энергетической такой подпитки от города? А какой город, где вы живете? Супруга в городе Тольятти. Я тоже оттуда уехал. Ну, там вам больше подходит. Возможно, но тут финансовая привязка опять же будет. Я тоже в Тольятти жил много лет. С детства до 18 лет. И там же. Ну, с 4 до 18 лет. Где вы там? В старом, в новом городе? Я из нового города живу. А улица какая? В Рашилово и в Советском. Ага. В чем вопрос ваш? Какие могут быть сценарии, чтобы мы все-таки съехались вместе? Потому что я ничего не могу придумать. Я могу попробовать. Надо искать другой какой-то город. Что у вас за деятельность? Чем вы занимаетесь? У меня мебель на заказ. То есть у вас фирма, которая производит мебель свою? Я и продаю, и собираю. Как руками работаю, так и продаю. Ну, а что нельзя это делать в Самаре, допустим? Разница доходов сумасшедшей. Спрос по моим услугам и здесь большая. У вас и дети есть? Общих нет. Сколько вы же с супругой живете вместе? Ну, мы знакомы уже 12, я даже 2, 3. А, вы вместе сидите, что ли? Да. Ну, это уже лучше. Значит, вот смотрите, в Москве есть, это огромный город. Здесь есть разные территории в Москве. Ну, допустим, если взять, посмотреть, если взять вот в сторону Шереметьево, допустим, аэропорта, а там вам больше подходит. Если в сторону Домодедова, то меньше подходит. Ну, то есть в Москве есть разные зоны. Вот если в ту сторону, допустим, жить, в ту сторону, где Шереметьево, то это... А, лучше я вас так сориентирую. Шереметьево — это на восток, да? На север? Север. А восток? Вот здесь, вот здесь восток, да? Здесь восток, да? Здесь восток. Вот вам вот, вам надо на востоке жить. На востоке Москвы. И вам обоим подойдет. Вам будет хорошо и жене. Вот вам здесь лучше, вот, в Измайлово, чем там, где муж? Вы не чувствуете? А что вам в Москве не нравится? Подайте ей микрофончик. Ну, у меня тоже есть привязка к работе. И климат. А работа какая у вас? Я ведущая праздников. Хуй, или в Москве, блин, это уже... Вообще, ведущая праздников, это у вас здесь шоколад просто. Вообще. Не, ну, конечно, это не самая важная причина, потому что если приезжать в Москву, то я бы неяла действенность, потому что я слишком много лет уже веду там праздники. Значит, моя хорошая, хочу вам сказать такую вещь, что женщине гораздо легче поменять работу и адаптироваться к другому городу, чем мужчине. Вот ему, допустим, если он едет отсюда, ему надо 5-6 лет, чтобы бизнес наладить заново. А вам всего полгода. Чувствуете разницу? Да, я знаю. Вам с этим человеком хочется жить, нет? Я помню сейчас. Вот это главная причина. То есть если вы хотите платить цену, вы понимаете, что вам нужен муж, а женщине лучше это понимать, потому что мужчине вот найти себе женщину расплюнуть, а женщине найти себе мужчину очень сложно. Женщины даже, когда находят мужчин, копаются в них, копаются. Надо учиться принимать человека. Вот это женская природа принять. Это женская аскеза принятия. Мужская аскеза — это подвиги совершать. А принятие — это женская аскеза. Женщина должна принять своего мужа, переехать в Москву. В общем, как бы у вас есть ещё полтора года. Через полтора года, если вы, ну вот это именно от вас зависит, от него, вы должны переезжать к нему в Москву. А вы должны место выбрать для жизни нормально. Потому что там, где вы сейчас живёте, вы не на Востоке живёте, да, сейчас? Нет, на Севере. На Севере? На Севере тоже не самый плохой вариант для семьи. Восток лучше всего. На Севере, в принципе, тоже более-менее нормальный. Энергетически лучше, чем на других местах. Ну, я не могу сказать, что для вас обоих прям Москва — сильно плохой энергетический город. Ну, нормальный. Конечно, Тольятти лучше, но Москва тоже нормальный. Вот. Просто если вы за полтора года не переедете, девушка, к своему мужу жить, а я вижу главную причину именно в том, что вы сомневаетесь, стоит вам жить с ним или нет, то вы потеряете мужа, останетесь одна и будете долго искать себе другого. А он себе найдёт это за три месяца. Это не проблема. Да? Это не проблема, пока вы защищены мужчиной. А как только вы одна останетесь в течение года примерно, вы начнёте лезть на стенку. Потому что женщина, когда она одна, она чувствует пустоту внутри. Нет отношений, когда у женщины. Даже если мужчина на расстоянии, ей легко жить. Но если она одна, она чувствует пустоту, незащищённость, и ей становится очень тяжко жить внутренне. А ещё более тяжко, когда мужчина находится в другую женщину, и она начинает изучать, как у него там отношения идут, и очень сильно страдает, что её мужичок с кем-то с другим. Её родной мужичок, что она его отдала, своего мужичка, какой-то другой женщине. Вот это вам предстоит изучать ещё, понять жизнь. Вот именно вот эти вопросы. Поднимите руку женщин, у которых так вот получилось. Вот эти какие молодцы. Вот проверили мои способности. Поэтому лучше всего не жертвовать своим мужчиной ради своих личных каких-то желаний глупых и иллюзий. Бог дал человека, надо с ним жить. Вот и переезжать в Москву в ближайшее время. Если вы переедете в Москву через три месяца, то это будет очень благоприятно. Потому что сейчас неблагоприятный период для переезда. У вас сейчас вообще и для личной жизни неблагоприятный период. Поэтому сейчас лучше не переезжать. Но через три месяца, где-то, начиная с ноября, начинается очень благоприятный период. И в это время, если вы переедете, вы сразу же найдёте работу. У вас всё пойдёт хорошо здесь. И у вас будет где-то в два раза больше заработок, чем в Тольятти. Даже больше, чем в два раза. На 60% больше заработок, чем в Тольятти у вас здесь будет. А вопрос насчёт того, что он просто некомфортно находиться в этом городе. Просто у меня даже в Тольятти, он для меня большой. А вы не совсем понимаете. Просто вот там, где он живёт, в Мутищах, можно просто взять в сторону, буквально километр или два отъехать, и там будет просто лес. Москва — это очень большая агломерация. И здесь очень много мест, где практически в городе нет города. То есть это полулесистая местность такая есть. Много мест, где вот прям реально лес. И такое ощущение, что ты в лесу живёшь, а не в городе. А вокруг Москва при этом. Понятно? Поэтому как бы всё зависит от того, где вы будете жить. Там буквально можете 10-15 минут до работы ездить на машине и жить в таком месте, где очень мало людей, не так много. Можно тогда ещё один дополнительный вопрос? Возьмите за уменьшу. Сказать ли мне поменять деятельность? Но чем вы хотите заниматься? Пока сложно сказать. Я сейчас в обучении совершенно по-другой абсолютно… Какая специальность? Внутрициология. А что это такое? Ну это специалист. Я знаю, чем будете заниматься консультацией давать, что ли? Возможно, в консультации, возможно, что-то вообще другое, даже по крайней мере. Ну смотрите, в общем, у вас через Венеру идёт зарабатывание, Юпитер на втором месте. Вы хотите на Юпитер сейчас переключиться. Ну то есть, другими словами, консультирование для вас не даст таких денег, как организация праздников. Вы можете это делать как хобби, там, в свободное время. Но если вы будете продолжать заниматься организацией праздников, то вы будете хорошо зарабатывать. А если вы будете консультировать людей, то вы будете уставать от общения с людьми. И денег будет намного меньше. Ну, женщине нравится учиться всегда, что-то интересненькое, новенькое. В любом случае, вы можете иногда консультировать людей, но это не даст вам основного заработка, и это не может быть основной деятельностью для вас. Но вам можно попробовать проверить способности Олега Геннадьевича. Вы представляете? Все можете попробовать. Полтора года пожить отдельно можете. Можете попробовать быть натрициологом. У вас все возможности есть. И когда проверите все мои способности, то лучше это делать раньше, чем заканчиваются сроки. Понимаете? Сроки, когда возможности заканчиваются, то тогда это печально становится человеку, когда он делает глупости. После уже поговорив с человеком, который уже всё вам рассказал. Дальше поехали. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Как и многие девочки здесь на общении. Скажите так, я слушаю ваши лекции уже три года. И всё, как, скажем так, написано у вами. Все этапы вот этого принятия ломки и, скажем так, выживания. То есть, скажем так, у меня было такое состояние, как у Минханузина. Давайте вопрос. Нет, 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 вопрос. Так, я развелась с мужем три года назад. Сама развелась? Классика жанра. Зачем развелась? Потому что появилась другая женщина, и раньше об этом узнали дети, не я. Мои хорошие, никогда не разводитесь сами. Появилась другая женщина, живите отдельно, не разговаривайте с человеком. Не строите интимную жизнь, ждите. Никогда не разрушайте сами семью, не психуйте. И пришла жестокая судьба, она вас наказывает. Дайте ей возможность себя наказывать. Не будьте бунтарями. Если человек бунтует по отношению к судьбе, будет ещё хуже потом. Потому что она всё равно от вас не отстанет, понимаете? Она такая штука, такая сила, что она не отстаёт. Она всё равно мучает человека, понимаете? И поэтому вы зря так поступаете, что вы сами отказываетесь от своей жизни. Бог мучает, хочет вас мучить — мучаетесь. Не надо делать вид, что вы можете от этого избавиться. Так и есть. Ну вот так произошло, что, грубо говоря, к нам у него появился в 2016 году. Узнала я о том только в 20-м. Фиг с ней, какой вопрос. Об этом узнали дети ещё раньше меня за два года. Ваш вопрос ко мне. Мой вопрос такой, что у меня дочка поставила условие. Если ты его приняешь, то есть мы опять сошлись после расставания. Муж пришёл. Муж пришёл. Ну вот и не надо было расставаться. После этого прожили три года. Он раскаялся, нет? Он раскаялся, но параллельно начал жить на две семьи. И построил ей дом в Абхазии. Купил квартиру, машину. Он восточный человек, что ли? Он нет. Он абсолютно русский, липецкий гражданин. Решил быть восточным? Решил быть восточным мужчиной. Удивительно, но факт. И когда я об этом узнала, я не восприняла это. Я без скандала сказала, Гена, нет. Правильно, молодец, да. Потому что у нас четверо детей. Трое своих и один приёмный ребёнок. Молодец. Сестры, которая только умерла. Ага, молодец, молодец. Очень правильно. Я называю ребёнку из детского дома. Ей уже 4 годика. То есть, как она мне говорит, мама прёсная. Что, в чём вопрос? Смысл такой сейчас, боль такая, что дочка моя старшая, ей 23 года, она мне поставила это условие. Мама, если ты его тренишь, ты меня потеряла. И вы знаете, она словно сдержала. Ну, нельзя жить с человеком, если он вам изменяет. То есть, живите отдельно, ставьте условия. Там уже дети тоже в той семье. Нет, ничего. У нас замужем, у неё двое детей, она живёт тоже на два. Ну, ставьте ему условия, ставьте срок. Если он не вернётся. Мы расстались. И самое интересное о том, что мы говорим... Ничего не интересного, вы любите поговорить, ваш вопрос. Кратко. Нет, ваш вопрос. Как вам не быть с дочкой и... С дочкой надо по-доброму относиться. Сейчас идёт плохой период. Через 7 месяцев она вернётся в отношения. Если вы будете по-доброму, вы же выполнили её условия. Всё. Да, мы расстались. Ну, всё тогда. В чём ваш вопрос ко мне? В чём мой вопрос? У меня ещё 9-летний сын, вот самый младший, из троих наших биологических общих. И он очень страдает, конечно. По отцу, по мне. У нас обоих любят. Но папа последний раз, когда приехал, сказал... Пап, малыш, поедешь со мной в Абхазию? У тебя будет новая мама. То есть это вообще... Не отпускайте ребёнка. Нет, конечно. И ещё такая проблема. Я три года назад переболела онкологию. Вот. Как бы так. И, скажем так, еле выживали. Вы прооперировались? Прооперировалась, да. Как онкология чего? Груди. Это четвёртый психический слой. Значит, надо... По лекциям на 4 слоя, значит, надо делать вода, статика, динамика. То есть это 3 часа 20 минут ходьбы. Потом на 4 слоя делать пост хотя бы на зелени 48 часов. И я также вам расскажу свои современные разработки в этом вопросе. То есть эти разработки не говорят о том, что вам не надо оперироваться там или ещё что-то. А они просто очень хорошо делают хорошую профилактику онкологии. То есть вся вот эта методика, которую я вам объясню сегодня на лекции, она защищает в какой-то степени от развития опухоли, будем так говорить. Если её ещё нет. А если она уже есть, то вы делаете операцию, химию, облучение, всё, что вам назначат. И плюс, если вы будете делать то, что я вам скажу, то это очень с высокой вероятностью продлит вашу жизнь или, может быть, поможет избавиться от осложнений всяких рецидивов опухоли. Благодарю вас. Ну то есть я сейчас всем это буду рассказывать. И вы тоже эту информацию запишите. Потому что лучше всего, когда я буду об этом рассказывать, включите диктофончик просто на телефоне и запишите этот рассказ. И будете всё выполнять. Хорошо, Лиза Геннадьевич, спасибо. Я вас благодарю. Ну я расскажу обязательно сегодня. Это сегодняшняя тема у нас. Вот женщина напротив меня. Здравствуйте, Лиза Геннадьевич. Я хотела бы вчера жить с диктофончиком. Я отнимала участие в третий раз, потому что у нас были в феврале. И я два раза отнимала участие. Сидела в пользу Экрана Нотуса, меня была в феврале, и всё было хорошо в феврале. Я была очень отнимена вчера. Мне было очень тяжело. У вас начался плохой период. А почему у меня всё хорошо? Потому что ещё только начался. Где-то он начался неделю назад. А в чём он заключается? Он связан со здоровьем и в какой-то степени с вашей личной жизнью. А вот на мне как раз и складывается. Я не замужем. И в прошлый раз я задавала вам вопрос. Вы мне говорили, что я всё у меня делаю. Ну, сейчас плохой период начался. Вам тошнило, да? Плохо стало? У кого окружение, да? Мне тошнило. У меня крутилось внутри, как бы давайте ещё не помывать. У вас плохой период. Вымывает энергию Солнца. Очень сильно сейчас снижена энергия Солнца. Примерно у вас на 20% из 100. Это очень большой процент. А что можно делать? Как это вам понравится? Это можно побеждать с помощью постов. Я на счёте хожу, хожу к храму, молюсь, прочищаюсь, на период у него. Да, делайте, продолжайте делать все аскезы, вода, статика, динамика, пост. Этот плохой период продлится ещё где-то месяц, полтора и закончится. Можно, очень ещё вопрос. Он связан с здоровьем? Какое-то степени ухудшения? Ну, область всегда, она зависит от блоков. Ну, то есть, если говорить о блоках, то у вас самый перегруженный третий психический слой — это сосуды. Сосуды, в общем, поэтому и головокружение пошло. Вот. Ну, третий слой — это сосуды, матка, мышцы, суставы. Вот это вот всё как бы вместе. Ну, не волнуйтесь, если вы всё делаете, значит, это просто перегрузка пройдёт через полтора месяца, и всё. А по поводу личной жизни, вот, если учесть, что в Европе я как раз задала вопрос, когда мы сидели за столиком, мы сказали, что всё хорошо, вы встретитесь у человека, или нет? Ну, сейчас полтора месяца ничего не получится, потому что идёт плохой период. А я вот только познакомилась и только начала общаться. Значит, общайтесь, продолжайте общаться, не торопитесь, когда плохой период закончится. Сейчас общайтесь осторожно, никаких выяснений отношений, потому что... Ну, вот, да, я не уверена, как вам, ну, хочется, не видеть, не видеть. Вот ждите сейчас полтора месяца, не делайте выводов, ничего не выясняйте, просто ждите. То есть я пойму, подумала, что... Сейчас нельзя выяснять ничего, пытаться понять, потому что сейчас есть опасность разрушения отношений. Я буду смотреть на те же периоды хорошие. Улыбаться и кивать. Всё. Спасибо большое. Улыбаться и кивать, и всё. И чем дальше, тем больше и меньше шансов. Ваш вопрос? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Благодарю вас за ваши реакции, за знания, за тот атмосферный счастье, который вы нам дарите, своим присутствием. Очень вам благодарна. Мой вопрос заключается в том, что у нас всё хорошо с мужем, у нас трое деток, и мы стараемся жить по вашим лекциям. Очень давно слушаем вместе с мужем, создавать дома благосную атмосферу, уходить в храм. Ваш вопрос? А вопрос в том, что дочка очень истерично себя ведёт. Не, пятый слой поражён. Там не хватает энергии воды и воздуха. Для детей это лечится таким образом. Нужно в воде сидеть на пять слоёв. Как для детей это делать, сегодня я расскажу. Потом, для того, чтобы энергию воды и циркуляцию включить, это два варианта для детей. Это, если она захочет или сможет сидеть возле дерева, то есть пассивная чистка деревом, это 20 минут слой. 1 час 40 возле дерева все пять слоёв для психически таких напряжённых детей подходит больше всего липа. На втором месте клеон. Попробуйте его в дерево. Второй вариант – это инверсионный стол. То есть надо купить это приспособление. Там кушетка на ролике. И ноги закрепляются, и человек переворачивается, висит вниз ногами, вверх ногами. Вот. Три с половиной минуты слой. Начинать надо постепенно. Три с половиной минуты, теперь раз пять повисеть, потом семь минут, и так доводить до 17 с половиной минут, это пять слоёв. Три с половиной умножить на пять – 17 с половиной получается. Вот. В воде сидеть один раз, два раза в неделю, висеть кверх ногами на пять слоёв три-четыре раза в неделю. Если чередовать с сидением возле дерева ещё лучше. В целом надо статику делать порядка четырёх раз в неделю. Если вы сможете с девочкой ходить по четыре часа, непрерывно. Она не любит ходить вообще? Потому что энергия праны поражена. Но надо пытаться это делать. Если это невозможно, то надо тогда ездить в спа, в солевую комнату найти в Москве, и на пять слоев в воде сидеть, потом 50 минут в солевой комнате, а потом на один слой опять в воде. 50 минут в солевой комнате – это тоже пять минут. Вот сырьевая комната, она тоже прокачивает энергию праны, но не так, как ходьба, намного слабее. Поэтому лучше всего всё-таки постепенно девочку приучать к ходьбе и доводить до четырёх часов. Если вы будете вот эти три практики делать, в воде сидеть, висеть кверх ногами и ходить четыре часа с ребёнком, то через полтора года полностью восстановится пятый психический слой, она станет нормальным ребёнком. Она в целом нормальная, но просто очень много истерий. Я вижу вашего ребёнка. Я вам сказал, что надо делать. Спасибо вам огромное. Вот девушка от чёрной волосы, да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Всё-таки получилось. Садитесь, садитесь. Я первый раз на вашей лекции. Я слушала, получается, с 18 лет. Потом был перерыв. Ну, я страдала всяким бредом. Потом опять я к вам вернулась. Вопрос. У меня такой вопрос, да. Меня познакомили родители. Я просто из кавказской семьи. У меня, ну, строговато отец немножко. Но это же хорошо. Да, это супер. Я только сейчас поняла, 23 года. До этого был бунт дикий вообще с отцом. Вот. И я... Мужчины, вы поняли, что с женщинами, с девочками надо нежно себя вести. Хоть ты строгий, хоть не строгий. Женщина не терпит нажима психического. С ней надо очень мягко, аккуратно себя вести всегда. И тогда она будет всегда в адеквате. То есть если нежно, ласково с женщиной себя вести, она всегда будет воспринимать всё адекватно, спокойно. И все вопросы с ней постепенно можно решить. Но если начинать давление оказывать на женщину, то у нее два варианта. Первый вариант — она будет бунтовать. Второй вариант — она будет терпеть и рубить. Вот. И оба варианта ничего хорошего не дают. И получилось так, что мы с ней последние три года с отцом еле-еле наладили отношения. Потому что я уже повозрослела, мозги на место встали, да и отец нормальный стал. Вот. И у меня такой вопрос. Меня свели родители с мальчиком. До этого я вот общалась. Ну, как бы у нас нельзя спать с мужчиной до брака. Я вот ничего этого не делала, общалась, никто на мне не женился. Вот. Я думаю, ну все, пусть родители меня сведут с мальчиком. Может, получится. Получилось. 35 лет. Мальчик, взрослый, мне 23. Ну, это не мальчик, конечно же. Вот. И у меня такой вопрос. Просто он из другой страны. То есть я с ума... Пусть плюнет мне в лицо, да? Кто считает, что это девочка. Получилось так, что он... Ну, я как бы всю жизнь росла в России. И у меня как бы... Ну, все. Я уже обрусела. В чем вопрос? Вопрос в том, что я должна переехать к нему, если я выйду замуж. Какая страна? В Баку, в Азербайджан. Вам подходит? Подходит? Да, да. У меня там все родственники. Мы тут одни, получается. И мне тут очень тяжело жить. Хотя я тут выросла. Как бы все подруги, все знакомые. Вам подходит Азербайджан? Все, супер. Спасибо большое. Это единственный вопрос. Мальчик нормальный? А еще вопрос. Мальчик же серьезный? Серьезный, ответственность берет, все нормально? Да, вот супер. Потому что до этого никто ответственность не брал за детский сад. А тут вдруг какой-то... Серьезный, да? Да. Взрослый мужчина, осознанный. В Баку, да, жить? Да. Просто я боюсь, что вроде с мамой хорошие отношения. В Баку вы прям как из Баку как будто. Я смотрю на вас. У нас осталось только лезгинку сканцевать. Да, да, да. Мне все об этом говорят, на самом деле. Вот. И еще вопрос. Я очень... Из-за того, что мы пока в разных странах, он прилетает ко мне периодически, но мы как бы... Мы просто видимся по видеозвонку, общаемся и почему-то в последнее время, недели-две, где-то я начала ревновать и стрессовать. Хотя до этого было... Плохой период пошел. Он закончится через три недели. Через три недели. В общем, все, отдавайте микрофон. Спасибо, спасибо большое. В Баку замуж все. Все под город подходит, парень подходит. Просто у вас по судьбе с ним установление отношений очень медленное. То есть вам придется только через полтора года, вы его можем почувствовать. То есть у вас медленное становление отношений. По солнцу тугие отношения такие. То есть вы трудно привыкаете, принимаете друг друга. Вот в этом трудность себя будет. Мужчина, ваш вопрос. Да. Последний вопрос, я лекцию начинаю. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Рад вас приветствовать. Взаимно. Вопрос такой. Как вы относитесь к такой практике, как Нипасана? Из какого возраста ее можно? Я хорошо отношусь. Это хорошая практика. Она нормализует психику через аскезу, молчание. Ну и сама по себе буддистская система, которая там практикуется. Если человеку комфортно с самого начала, вот он, допустим, приехал туда, в это место, обычно это такое где-нибудь в лесу проводится, и он чувствует, что ему комфортно не разговаривать так, сидеть подолгу в одном положении, как бы вот так вот медитировать, то в целом эта практика дает очень хороший результат. Самое главное, чтобы это было комфортно вам делать, потому что есть люди, которым эта практика не подходит, они просто, у них взгляд мозгов идут, и они как бы чем дальше, тем тяжелее, ну как бы через силу это делать точно не надо. Просто есть люди, которым подходит, а есть, которым не подходит. Вот. И вам подходит. Ну, сын хочет 18 лет, вот ему можно? Я думаю, что да. Мне кажется, да, нормальная практика. Она дает скачок в развитии человека, долго не разговаривает он. У меня тоже была такая практика, только это была не випасана, я просто, ну как бы изучал учебники подпольной по йоге, тогда в Советском Союзе не было йоги, только распечатки были, и я нашел одну распечатку, там говорилось, что если концентрироваться вот сюда, в межбровье и полгода не разговаривать, то можно начать воспринимать, ну, судьбу людей. И я был в девятом классе, я полгода не разговаривал, вот. Вот, я так волевым усилием так делал, что меня даже на уроках не спрашивали. И потом ставили отметки мне в этом, в нем веке. Нормальные. Мама единственное волновалась, это единственное, кто мама замечала, что я не разговариваю. Всего лишь никто не замечал. Ну, я в основном, ну, какие-то иногда отдельные фразы я произносил, но в основном не разговаривал совсем, просто избегал общения. И все время концентрировался вот в эту зону. Ну, и, соответственно, пришло время, и это дало свой результат. Ну, то есть я тоже была через Ипасану, я прошел вот такую вот, как бы, практику. Тоже прошел. И я считаю, что это хорошая практика в целом. Спасибо. Ладно, давайте песенку послушаем. ПЕСНЯ 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 Есть разные способы действовать, когда приходит судьба. Некоторые предпочитают выпь, напиться, или самоубийством жизнь закончить, или куда-то свалить. Вот. Но это все не помогает. Поэтому мы с вами будем сегодня изучать, что такое жизнь. Будем говорить о перенапряжении, потому что перенапряжение является основной проблемой современной культуры, современного общества. и люди в основном не понимают, как действовать, как жить, когда наступает перенапряжение. В основном женщины перенапрягаются в эмоциональной сфере, потому что эмоции — это основная психическая структура, через которую женщина взаимодействует с окружающим миром. Эмоциональное взаимодействие является основой для ее жизни. Ну и, соответственно, эмоциональное перенапряжение приводит к тому, что женщина начинает отгораживаться от людей. То есть признаки эмоционального перенапряжения она постепенно очень сильно дифференцирует общение. То есть она, если видит, что ей человек не подходит, она просто перестает взаимодействовать с теми людьми, которые ей не подходят. Постепенно спектр тех людей, которые ей не подходят, расширяется. И она выбирает себе только тех людей, с которыми ей комфортно. Иногда в этот спектр попадают близкие люди, например, муж, и она тоже пытается избавиться от общения с ним. Иногда женщины от эмоционального перенапряжения пытаются побыть одной, им надо ни с кем не общаться какое-то время. Иногда женщины от эмоционального перенапряжения заводят в себя собак или кошек и вообще больше ни с кем не хотят общаться. Это уже эмоциональное истощение, когда оно наступает, вот так женщины себя ведут. Иногда женщины от эмоционального перенапряжения периодически впадают в истерическое состояние и потом из него выходят. И это истерическое состояние, соответственно, если оно при ком-то происходит, то это рушит отношения. Часто у женщин от эмоционального перенапряжения пропадает возможность или работать, или жить в семье. У нее страдает волевой фактор. Женщина обычно, когда у нее возникает перенапряжение, она старается отгородиться от источника раздражения. То есть у женщин такой подход к жизни, то есть она просто старается изолироваться от того, что ей мешает жить. А часто это может быть работа, допустим, или даже близкий человек, или даже свои собственные дети, иногда бывает, или, допустим, готовка еды, или стирка, допустим. Часто женщина от эмоционального перенапряжения перестает иметь возможность выполнять свои женские обязанности. И это не очень непонятно мужу, например, когда она говорит, я не могу готовить, я с ума схожу. Он говорит, ну что тогда ты хочешь делать? Она говорит, мне лучше работать, чем готовить. Ну то есть и так далее. То есть часто люди, ну и женщины, они уверены на 200%, что это просто у меня такой характер. Вот представьте себе, допустим, у вас развился запор, вот, и вы не ходите там по три дня в туалет. И когда вас спрашивают, почему вы не ходите в туалет, вам же пучит живот, вам же тяжело, и вы говорите, а у меня такой характер. Я могу ходить только раз в три дня в туалет. У меня сразу возникает вопрос, это нормально вообще мышление или нет? Ну то есть вы болезнь путаете с характером. Так вот, эмоциональное перенапряжение хуже, тяжелее распознать, чем болезнь. Потому что когда ты в туалет не ходишь, то это понятно, что это болезнь. И человек пытается вылечить её, он пытается пить какие-то слабительные там, или в самом худшем случае пытается выковыривать там что-то. Это, кстати, не очень хороший метод. Вот выковыривать. Лучше клизму делать, там слабительный пить. Вот. Вот человек что-то делает, он пытается что-то делать для того, чтобы сходить в туалет. Но если он приходит к психологу, и психолог говорит, а это твоя природа раз в три дня ходить, тогда это уже шизофрения. Вот точно так же, когда у человека перенапряжение, почему такое сравнение сравнено? Потому что есть болезни физические, а есть проблемы психического характера. И перенапряжение у женщины, допустим, это проблема, в которой она путается своим характером. Она начинает быть уверена, что у неё вот такая природа. Она ходит к астрологу, психологу, и говорит, да-да-да, вам надо по три дня одной сидеть дома, никого не видеть, тогда вам же легче становится, правильно? Вот так и живите. Это то же самое, что бабушка к врачу приходит, говорит, у меня поясница болит. Ну нагнись. Нагнулась. Так болит? Нет. Вот так и ходи. Это твоя природа, вот согнутая теперь ходить. Ты же бабушка. Мои хорошие, не надо путать нехватку энергии со своей природой. Запомнили? То есть если вы видите, что вы всё больше отгораживаетесь от людей, не можете выполнять свои обязанности, не можете с кем-то общаться, то это ничего общего с вашей природой не имеет. Просто у вас есть такой вариант жить. Конечно, это ваша природа. У вас есть такой вариант жить. Это ваш вариант жить, это факт. Но это не ваша природа, это состояние называется болезнью, и её надо лечить. Понятно? Вот точно так же происходит у мужчин. Только мужчина перенапрягается не в эмоциях. Он перенапрягается. У него перенапряжение затрагивает больше его волевые функции. То есть у него напрягается психика. Он становится зажатым, замкнутым внутренне, отгороженным. Ему очень тяжело общаться. Вот когда у мужчины перенапряжение, он не разговаривает. Он не проявляет эмоций. То есть он старается не общаться, отгораживаться, изолироваться. То есть постепенно перенапряжение у мужчины приводит его к тому, что он начинает курить, начинает выпивать, ищет себе бабу. Это от перенапряжения происходит. Понимаете, женщина? Не того, что он дурак. Это от перенапряжения происходит. Ну, то есть у каждого мужчины по-своему это работает. Но в целом три варианта. То есть или он пьет, или курит, или гуляет по бабам. Ну, то есть три варианта. Есть еще промежуточные варианты. Когда мужчина еще не начал пить, то он может жрать сладкое на ночь. Когда он еще не начал курить, он может смотреть очень-то поздно телевизор всякие боевики. И когда он еще по бабам не начал гулять, он может сидеть и играть в компьютерные игры. Ну, то есть сами по себе вот эти три действия обжираться на ночь, смотреть боевики, играть в компьютерные игры, это уже предвосхищение следующих этапов. То есть обжираться сладким на ночь, следующий этап это выпивка. Дальше смотреть боевики следующий раз этап это сигарета. Также перед сигаретой бывают еще кофе и чай. И когда человек играет в игры компьютерные, следующий этап это наркотики или бабы. Одно из двух. Вот. Итак, мои дорогие друзья, женщина это лучшая половина человечества. Потому что кто-то должен быть с детьми. Бог выбрал женщину и правильно. Ну, то есть именно лучшая половина человечества находится с детьми, потому что плохие люди с детьми не должны быть, иначе генофонд человека начнет сильно рушиться. Поэтому женщины всегда хорошие, это хорошие люди. И поэтому они выбрали хороший способ мучиться от перенапряжения. Это самоизоляция и отказ от своих обязанностей. Понимаете? Ну, то есть женщина при этом не включается во вредные привычки чаще всего. Но если женщина включается во вредные привычки, это значит, что она пошла не тем путём. И этот путь приведёт её к ещё большему поражению в её жизни, чем он бы привёл мужчину. потому что если женщина начинает выпивать, курить и гулять, то она теряет свою жизнь. Вот мужчина если гуляет, он теряет себя, а не свою жизнь. А женщина теряет свою жизнь. Она перестаёт быть гомо сапиенс. Понимаете? Ну, то есть женщина если начала пить, это уже безнадёжная ситуация. Ей потом очень трудно выйти из этой состоянии. Чаще как курить и точно так же как гулять. Итак, перенапряжение. Откуда вообще оно берётся? В чём причина этого состояния? Ну, в целом есть несколько ключевых причин главных. Первая причина это сама жизнь, потому что люди в основном имеют неправильные цели в жизни. Ну, в целом есть три категории волны людей, вот три категории людей. Это от концепции зависит. Первая категория люди думают, что счастье это когда у меня всё хорошо, вот у меня всё хорошо. Мне пофиг там, кого, как, вот у меня должно быть всё хорошо. Эта концепция жизни называется жизнь невежеств. И когда у человека концепция жизни в невежестве, то перенапряжение наступает очень быстро, потому что он находится в противодействии, ну, как бы, в борьбе со всем миром, в том числе своими семьёй, детьми, женой, со всеми. То есть, человек со всеми сражается, то есть, он постоянно отстаивает свои права, он постоянно защищается, обороняется, он пытается всем всё доказать, он постоянно в динамичной борьбе такой находится, что женщина, что мужчина. Результат такой борьбы всегда вредной привычки. Человек долго не выдерживает такого, ну, как бы, такого стиля жизни, и дальше начинается уже или криминал, это там бандитизм, наркомания, пьянство, тунеядство, дальше бродяжничество и т.д. Жизнь страсти подразумевает другую концепцию, это когда человек хочет, ну, это более распространённая концепция, это когда человек говорит счастье, это когда мне хорошо и моим близким хорошо, я вот живу для нас, для наших, ну, то есть, у него, как бы, вот это концептуально, у него есть наши и не наши, и в основном все так живут, это жизнь страсти, в основном это люди, которые за счастье считают гармонию в отношениях с нашими, то есть, человек в невежестве, он хочет, чтобы ему было просто было хорошо, у него нет отношений, ему пофиг все, он пофигист, вот, он по природе человек безразличный к людям, но люди в страсти, они очень сильно привязаны к близким, они очень сильно хотят, чтобы у нас было все хорошо, то есть, человек в страсти не понимает глубокого, у него нет глубокого понимания, что такое счастье, потому что, в основном, есть две концепции счастья, есть концепция связана со страхом, и есть концепция связана с развитием человека, ну, то есть, если человек, допустим, в концепции счастья-страха находится, это жизнь в страсти и в невежестве, то есть, человек, ну, это обычные, все люди так считают, что счастье означает, что у тебя нет страха, или по-другому сказать, все хорошо, вот слово все хорошо означает, в буквальном смысле слова, что у меня достаточно денег, у меня есть жилье, у меня есть хорошая работа, у меня есть комфорт, ну, то есть, машина, какая мне нужна, там, дача, еще, что человек считает комфортным, у меня есть жена или муж, у меня есть дети, вот это все вместе не является счастьем, мои дорогие друзья, ну, чтобы вы понимали, это просто успокоение, вот с точки зрения восприятия мира, человек, когда всех этих вещей статуса КВО достигает, это вещи нужные, никто не говорит, что они не нужны, но если вы говорите о слове счастье, то эти вещи все счастье не дают, они дают успокоения, понимаете? но счастье при этом может быть, потому что счастье еще возникает от хороших периодов жизни, вот если человек, допустим, живет правильно, он живет в благости, то у него счастье является нормой жизни, и счастье не означает успокоение, а счастье означает, что ты развиваешься как Личность, потому что цель человеческой жизни это не достижение статуса КВО, это развитие, потому что все, что ты здесь в этой жизни достиг, твоя семья, твои дети, работа, квартира, все, что ты вот это имеешь, ты с собой в следующую жизнь не возьмешь, твои достижения, все, которые эти вот ты имеешь, они все остаются только на одну жизнь, вот это представление глупое о том, что мы как бы живем одну жизнь и надо рассчитывать на одну жизнь только вот то, что ты делаешь в жизни, это очень глупо, потому что я как человек, который видит тонкий мир и видит следующую жизнь каждого человека, перед моими глазами многие люди, которые мне показают, показывают фотографии там, куда ушел человек, я вижу, что многие люди очень, ну, неправильную стратегию жизни выбирают, они живут в этой жизни просто вот тем, чтобы избавиться от страха и они как бы достигают своего статуса кво в жизни, то есть стабильность какая-то есть, но это все очень такая поверхностная стабильность, потому что если говорить о семье, допустим, то рано или поздно люди друг другу надоедают, вот это ощущение кайфа или влюбленности, оно заканчивается у всех, а когда оно закончилось, если человек не в благости находится, у него нет глубоких представлений о том, что такое любовь, что это чистое светлое отношение с близким человеком, это верность, он все-таки хочет кайфа и наслаждения от другого человека, то ему надо менять человека, это приходит время и человек бросает своих близких неизбежно, потому что он не развивается как личность, то есть люди в страсти не развиваются как личность, они развивают просто свою жизнь, они пытаются достичь спокойствия в жизни, стабильность, они считают, что это есть самая главная цель, но они понимают, что само по себе, если два человека живут, не развиваются, то им суждено расстаться, потому что кайф или влюбленность заканчивается у них, точно так же работа, которой ты работаешь в страсти, находишься, если ты как личность не развиваешься, то ты на своей работе проходишь незаметно определенные этапы. Первый этап это перспективы и вдохновение, второй этап усталость, третий этап перенапряжение, четвертый этап апгрейд, то есть человек этим этапом апгрейда пользуются всякие бизнес-тренера, которые ловят тех людей, которые устали от своей работы, от своей жизни, что-то новенькое, и они бабло вышибают из тех, кто шило на мыло меняет. То есть ты уже пришел к этой стадии апгрейд, ты думаешь, наверное, мне надо чем-то другим заниматься. Да ты, брат, просто не понимаешь, что ты неправильно живешь, тебе не другим надо заниматься, а тебе надо менять восприятие своей собственной жизни, потому что цель человеческой жизни это не работа, не семья, не дети, не дом, это постижение истины, человек должен приближаться к Богу, он должен постигать свою природу, что он душа, что он вообще по-другому создан, не так, как мы думаем, потому что мы дети природы. И это не значит, что надо с голой попой за белочками бегать, как некоторые там придумали, вот, что как бы живем на гектаре на своем за белочками бегаем с голой попой, и это есть человеческая жизнь, главное, чтобы слиться с природой. Это, конечно, намного лучше жить на природе, но с голой попой за белочками бегать не надо, потому что человек это гомо сапиенс, означает, что надо одеться. Ну ладно, это отдельная тема. Итак, давайте вернемся к перенапряжению, при чем тут вообще благость, страсть и невежество. Когда человек живет невежество, он перенапрягается сразу, потому что он в конфликте находится со всеми. Человек в страсти находится в конфликте с возможностью расслабиться или снять напряжение, потому что он всегда достигатором является. То есть он пытается достигнуть машины, квартиры, института и т.д. Ну то есть в результате он просто не умеет отдыхать. В какой-то момент переключатель ломается. Вот если взять допустим нас в детском возрасте, мы постоянно загорали, купались, бегали на улице, я по крайней мере, я не знаю, может быть вы уже такой вид детства не застали, а вы постоянно бегали за какими-то человечками, которые бегают в компьютере. Это значит тогда вам не повезло, потому что все нормальные люди в детстве бегают за птичками, за мячиками, с брызгалками и радуются жизнью. Понимаете? Но если вам не повезло и вы уже бегали там в это значит у вас детство прошло в зомбированном ящике, понимаете? И я, конечно, извиняюсь, но это неудача современной культуры. Я сейчас общаюсь с определенными людьми, которые может быть включатся в этот проект. это нужно большим большой командой, большим обществом поднимать эту тему, чтобы дети, играя в компьютеры, компьютерную игру начинали в этой компьютерной игре гимнастику делать, отжиматься в реальном времени. ну то есть я пытаюсь сейчас поднять эту тему, чтобы дети, у детей была такая компьютерная игра, в которой бы они нормы ГТО сдавали, купались, закаливались, отжимались, подтягивались и общались друг с другом. Ну то есть чтобы они выходили в офлайн из онлайна, то есть они начинали жить и бонусы, фишки получать свои через компьютерной игре, чтобы фишки были, а жизнь чтобы была в реальном времени. Классная идея? Ну мы попробуем, попробуем, это больших денег стоит, если общество поддержит меня, тогда мы сможем это сделать, если нет, то нет. Вот. Итак, возвращаемся к жизни в страсть. Мы говорим с вами о причинах перенапряжения и в данном случае причиной перенапряжения является сама концепция счастья. Человек уверен, что счастье означает отсутствие страха, он стремится достигнуть статуса кво, и он пытается добиться вот этих стандартных каких-то идей, желаний, которые есть в человеческом обществе. Это квартира, машина, жена, дети, достаточно денег, если все это есть, то человеку кажется, что пора уже валить в другую страну. Наверное, уже в России уже не стоит жить, потому что я уже здесь все уже поимел, что что мог. Теперь мне надо уже ехать туда, где я попу порву от перенапряжения, где квартира уже миллион баксов стоит, они 150 тысяч долларов и так далее. лето 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 Продолжение следует...